Добрый вечер, всем привет, вы на канале Апрель. Сегодня с вами буду я, меня зовут Манас Аджигитов и сегодня. Президент о судебной реформе. Он считает, что никто не должен давить на судей. Ну и пока он так считает, судилище продолжается. Вслед за Запаром Исаковым и Айбеком Калиевым большие тюремные сроки могут получить Кубанычпек Кулматов и Албек Ибраимов. Обвинение просит суд дать им по 15-20 лет. Расскажу также вкратце о дорожных происшествиях. Начальник Соколукской милиции врезался в грузовой бус, а в Оренбурге кыргызстанцы погибли в ужасной автоаварии. Также расскажу, как четвероклассникам советуют различать народы по внешности и про новый город Франкфурт-Джанамаяне. Начну с происшествия в страшном ДТП, которое случилось накануне в Оренбургской области России погибли четверо кыргызстанцев. На трассе Казань-Оренбург-Ахбулак столкнулись минивэн Toyota Previa и грузовой Mercedes-Benz Sprinter. Вот кадры очевидцев. Обе машины после столкновения загорелись. Троим из семи наших граждан, как сообщается, удалось выбраться из горящей машины. Сейчас они лечатся в Солилецкой горбольнице. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести. Тела четверых погибших, как отметили в посольстве Кыргызстана в России, в ближайшее время доставят на родину. Выражаем соболезнования родным и близким наших соотечественников, погибших в этой автоаварии. А пострадавшим желаем скорейшего выздоровления. Скорее поправиться пожелаем и водителю грузового буса, который лоб в лоб столкнулся с легковым Mercedes-Benz, за рулем которого сидел начальник Соколукского РОВД Максат Чойбеков. Авария произошла в минувшую субботу ночью в Исокотинском районе. Милиционер, как сначала сообщалось, практически не пострадал. А водитель буса в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу. Начальник милиции Соколукского района также обратился к медикам. Ему перевязали кисть руки и он уехал. А был ли он в состоянии алкогольного опьянения, осталось неизвестным. Почему-то сразу проверять его на предмет употребления спиртных напитков не стали. Также писали, что милиционер пропал. Ну а сегодня журналисты его нашли в одной из столичных больниц. Чойбеков уверяет, что был трезв и что есть подтверждающее это заключение наркологов. А что касается травм, то у него диагностированы переломы ребер и левой ноги. Сегодня в ГУВД Чуйской области сообщили, что дело об этой аварии под личный контроль взято руководством МВД. А Максата Чойбекова отстранили от занимаемой должности на время расследования произошедшего ДТП. 15 лет Сапару Исакову, столько же Айбеку Калиеву. Кого шокировал вердикт по делу ТЭЦ? Оставьте немного эмоций и на итоге слушаний по делу бывших мэров. Кажется, там будет аналогичное решение. Сегодня прокуроры озвучили сроки тюремного заключения для Кубанчбека Кулматова, Албека Ибраимова и других фигурантов дела. Завершается судебный процесс по делу экс-мэров. Гособвинение, как и ожидалось, запросило необоснованно суровое наказание для подсудимых. Албека Ибраимова прокуроры просят посадить на 20 лет, Кулматова на 15. Столько же лет, по мнению гособвинителей, должны отсидеть и другие фигуранты дела. Бывший глава управления капитального строительства Сталбеку Мюрканов, руководитель строительной фирмы Айколь Курулуш Сейткан Алиев и учредитель стройкомпании Альтагрупп Кубат Шаршакеев. Ну, на мой взгляд, это линчевание и судебной системы, и линчевание системы в целом. Я имею в виду и прокуратура, и ГКНБ, и так далее. Почему? Потому что при плохой игре органы государственного обвинения пытаются сохранить лицо, что у них получается крайне плохо. Почему? Потому что судебный процесс уже практически завершился, но ни одного какого-то конкретного доказательства, которое явно бы указывало на то, что здесь доказана виновность, допустим, того же Кулматова, Кулмадзе Кенешевича, или Ибраима Албека Сабельбековича. Нет. И вот при этой обстановке просятся соответствующие наказания. В соцсетях не годуют. Дело экс-мэров пользователи называют политически мотивированным. Абсолютно жесткие приговоры Исакову, Калиеву, Аксакалу, Сатыбалдиеву и предстоящий приговор Кулматову – это попытка властей запугать народ. Вам так не кажется? Хоть убейте, не вижу оснований для таких сроков. По школе Халы-Сордо Кулматову Ибраимову прокуратура просит по 15 лет. Там даже натягивать нечего. Беспредел продолжается. Ибраимову 20 даже. Кулматова и Ибраимова судят только потому, что они построили школу в Халы-Сордо. Ее возвели за счет китайского гранта. 2 миллиона долларов выделила компания ТБА, которая, к слову, модернизировала ТЭЦ. Винение считает, что школа эта построена незаконно. Школу в Халы-Сордо называют одной из самых современных в Кыргызстане. До этого дети учились в здании, в котором раньше располагался свинарник. Почему я говорю, что все эти дела политически мотивированы? В июне 2017 года на заседании Политсовета СДПК представили данные о рейтинге нашего кандидата в президенты в Бишкеке. 3%. В связи с этим Политсовет принял решение, чтобы поднять рейтинг как партии, так и кандидата, закончить строительство соцобъектов в столице. Я подписал распоряжение о завершении строительства школы к 1 сентября 2017 года. Кроме того, жители массива практически каждую неделю выходили с митингами к мэрии столицы. Просили закончить строительство учебного заведения. Эта школа была необходима. На протяжении многих лет дети обучались в свинарнике, где все свиньи сдохли. Надо было закончить строительство этого учебного заведения. Адвогаты бывших мэров с самого начала заявляют о судебном и следственном беспределе. Абсурдным они называют слияние четырех совершенно разных уголовных дел. Объединены в одно дело материалы по строительству школы, по ТНК «Достан», по аренде земельных участков и продаже пансионата «Солнечный берег». Политологи не сомневаются, что подконтрольные Белому дому судьи назначат максимальное наказание для подсудимых. Короткий метод Рустам Раимбеков, телеканал «Апрель». Судя по всему, как говорят адвокаты подсудимых, решение суда по делу экс-мэров вполне ожидаемое. Надеяться на справедливость, говорят они, практически уже нет смысла. Особенно после вердикта в отношении Сапара Исакова, Айбека Калиева, Джантороса Табалдиева. По их словам, приговор в отношении экс-мэров также практически уже готов. Осталось лишь соблюсти некоторые формальности. Сам же процесс адвокаты называют спектаклем, а судей – исполнителями его главных ролей. Вот такая театральная аналогия. Ну а пока в Ленинском суде прокуроры оглашали свои желания по срокам заключения для бывших мэров, в паре кварталов от них, то бишь в филармонии, президент говорил о важности реформы судебной системы. Ей исполняется 95 лет. Не реформе 95, а судебной системе, хотя кажется уже без разницы. Так вот, что сказал президент. Внимание! Уважаемые работники судебной системы, без построения справедливой, прозрачной, независимой судебной системы невозможно добиться развития государства. Конечно, суды должны быть независимыми. Надо исключить возможность влияния, надо исключить возможность принятия ошибочного решения под влиянием других. Независимость судебной системы не означает самовольность отдельного суди. Каждый судья несет ответственность перед страной и обществом за принятые решения. А еще президент недоволен тем, как медленно идет судебная реформа. Нет, говорит он, ни инициатив, ни действий по ее продвижению. Как главный признак успешности этой реформы, помнится, называлось то, что все заседания будут идти открыто, прозрачно, во всех залах будут установлены видеокамеры, и любой желающий, сидя за компом у себя дома, сможет наблюдать за судебными процессами. И у меня вопрос, а где логика? Про камеры я молчу. Может, для открытости и прозрачности начнете хотя бы журналистов пускать на закрытые слушания? К другим новостям в соцсетях вновь обсуждают ошибки в школьных учебниках. На этот раз объектом критики стала книжка по родиновидению для четвероклассников. В частности, глава в ней про народы мира. Автор издания описывает различия во внешности представителей разных народов и темнокожих жителей планеты, называют, цитирую, неграми. Что у них темная кожа и кудрявые волосы. А все европейцы, по мнению автора учебника, имеют только светлые волосы. У меня есть одна знакомая, кыргызка. Она очень смуглая и с кудрями. Судя по описанию автора, она явно не азиатка. Или, к примеру, Криштиану Роналду. Явно не блондин. Получается, он азиат, но родился в Португалии? Еще один повод для обсуждения в соцсетях, кстати, подкинул уже спикер парламента Дастан Джумабеков. Кажется, он придумал новый город в Германии. Интересно, жители Франкфурта на Майне знают, что их город теперь по-другому называется. Кто в Германии, пишите в комментариях, а еще делитесь нашими новостями. Напомню также, что вы можете теперь поддержать нас финансово. Вот ссылка на краудфандинговую платформу нашего канала, она также будет в описании к этому выпуску. Пока что вот так. Друзья, всем спасибо за внимание. Увидимся, когда увидимся.